Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня хочу поговорить с вами об одной весьма противоречивой теме о подготовке почвы к посадке рассады, а именно о ее обеззараживании. Считается, что 80% риска принести инфекцию к нашей рассаде – это семена. И примерно 20% риска остается за почву. Эти цифры, конечно, очень примерные, они не подтверждаются никакими исследованиями, но в целом характеризуют уровень риска заболеть нашей рассаде неприятными грибными или бактериальными инфекциями. В этой связи существует множество рекомендаций по подготовке почвы, по ее обеззараживанию для посадки рассады. Вообще, надо сказать, что почва – это такой достаточно сложный комплекс микроорганизмов, органического и неорганического вещества, и избавиться от бактерий и грибов в почве практически невозможно теми методами, которые у нас есть дома. Разве что вы запихнете почву в скороварку и полтора часа в этой скороварке будете ее парить. В этом случае вы действительно можете ее стерилизовать. Но на самом деле в этой нет такой уже большой необходимости. Дело в том, что если почва для приготовления смеси набирается из естественных источников, торфяная почва, которая продается в магазинах, заготавливается из природных источников, то риск получить там инфекционный фон большой очень-очень маленький, совершенно небольшой. Другое дело, если при подготовке почвенных смесей используется грунт, который когда-то эксплуатировался в тепличном хозяйстве. Действительно, в таких грунтах может находиться очень много инфекции. Но поверьте, сейчас большая часть ващеоческих хозяйств ведет свое производство исключительно на минеральной вате, на минеральных субстратах, и поэтому вероятность попадания такой почвы к нам домой очень небольшая. При всем том, я провел небольшой опыт, который либо подтвердит, либо опровергнет те методы обеззараживания почвы, которые предлагаются в интернете. Ну, прежде всего, я посмотрел, сколько бактерий вырастет из почвы, которая не подвергалась никакой обработке. Их тут, конечно, миллионы и миллиарды в одной десятой миллилитра. Так и должно быть. Проливание почвы крепким раствором марганцовки не дало абсолютно никакого эффекта. Бактерий сколько было, столько и осталось. Тот же самый эффект дал пролитие, например, таким мощным антисептиком, как зеленка. Никакой разницы. И вот только пропаривание существенно снизило количество бактерий в почве. Ну, а полностью избавило от бактерий почву только прокаливание почвы. Причем прокаливание при температуре не меньше 200 градусов в течение достаточно длительного времени. Но проблемой является что? Что мы избавились от бактерий. Но бактерий, полезных для растений в почве, гораздо больше, чем вредных. И если у нас вдруг с семенами попала какая-то вредная бактерия или грипп, то вот эта антагонистическая микрофлора, она подавляет рост этих патогенов. И если вы отстерилизовали почву, избавились от этих антагонистических полезных бактерий, то шанс, что росава наша заболеет, очень и очень высокий. Как же в таком случае быть? Остается один единственный способ. Это сделать пробный посев. Если вы сомневаетесь в той почве, которую вы купили, то вы возьмите семена редиса или крест салата, или каких-то других культур, которые прорастают очень быстро. И посейте их в какой-то небольшой объем почвы. И если семена взойдут хорошо и дружно, это будет означать, что почва не является токсической, что она является дружественной вашим растением. Ну а для того, чтобы избавиться от насекомых, от червей, от личинок, от нематод, особенно, если говорить о червях, то необходимо, конечно, пропарить почву примерно в течение 15 минут в микроволновой печи. В этом случае вы не избавитесь от полезной микрофлоры, но вполне избавитесь от тех рисков, которых я сказал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал Процветок и получайте полезную для себя информацию.